Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Фрэшлайв 28 и в традиционной рубрике «Разбор полетов». История Александра, как за два месяца похудеть на 20 килограмм. Поехали. Поехали. Ну, во-первых, друзья мои, Александр как бы объявляет такую тему, основную мысль о том, что самое главное – это дефицит колоража. Если у вас есть дефицит колоража, вы будете худеть. Так ли это? Так да не так. То есть похудеть-то на дефиците колоража вы, безусловно, похудеете. Вопрос в том, что если вы не будете соблюдать пропорции белков, жиров и углеводов, вы будете терять мышечную массу. И в результате вы будете получать низкое качество тела. Раз. А во-вторых, с потерей мышечной массы, если вам надо сбросить не 20 килограмма побольше, и если у вас возраст не 21 год, да? С потерей мышечной массы вы быстрее словите плато. Потому что именно мышечная масса и является той самой сковородкой, на которой горят наши жиры. Ниже мышечная масса, ниже скорость обмена веществ. И никаким дробным питанием это уже не исправить. К вопросу о дробном питании. У нашего героя получилось похудеть, есть, когда он ел, скажем так, не дробно. Получится ли у вас? А вот не факт. Потому что так или иначе, вот уже 5 лет опыта канала дают право судить о том, что далеко не у всех получается худеть, если они едят 1-2 раза в день. Почему-то дробное питание, несмотря на все научные данные, работает и работает очень хорошо. Притом практически на всех. У меня есть мысли, почему так происходит, но сейчас разговор не об этом. Наша задача все-таки придерживаться практических рекомендаций. Поэтому, смотрим историю нашего сегодняшнего героя и еще раз, друзья мои, пожалуйста, не пытайтесь все в тупую копировать. К сожалению, это никогда не приводит к хорошим результатам абсолютно у всех. Иначе все было бы слишком просто. Итак, встречайте. Всем привет, меня зовут Александр, мне 21. В этом видео я расскажу, как я похудел, что я ел, когда и сколько. Покажу фото до и после. Я весил 97 килограмм. На данный момент мой вес 76. Видео решил записать не сразу. Прошло уже 11 месяцев. С тех пор, как я поддерживаю свои 7,6. 20 килограмм за 2 месяца, я считаю, неплохим результатом, хоть и не совсем правильным. Дальше объясню, почему. На этом фото я порядка 87. Худеть начал через год после того момента, что сейчас на фотографии. А это фото уже отправные. Слева мой вес 97 на 10 больше, чем год назад на предыдущем фото. Справа 76 через 2 месяца. Я особо не заморачивался по поводу фоток. Их мало. И на тот момент мне казалось, что из этого все равно ничего не выйдет. Это фото записей того, как уходил мой вес. Записывать начал только со второго месяца. Справа дата, слева вес. Кому интересно, могут поставить на паузу. На правильное питание с дефицитом колоража я перешел 13 января. И уже через месяц к 10 февраля у меня ушло порядка 8,5 килограмм. Во втором месяце все оказалось еще интереснее. Я урезал колораж, добавил вечернюю ходьбу. И за второй месяц у меня ушло порядка 12 килограмм. Как вообще началось мое похудение? И все вот эти мысли. Началось с того, что я посмотрел ролик про дробное питание. Про правильное питание. Они есть на канале. Их никуда не спрятали. Уделите 40 минут времени. Там все разжевано до предела. Сейчас я это понимаю. Но когда я посмотрел их в первый раз, я конечно ничего не понял, какие там еще белки, жиры, углеводы. Для меня вся еда была на тот момент одинаковая. Поэтому я смотрел несколько раз. И уже картина начала обрисовываться. Узнал, что такое углеводы. Из тех же видео узнал, как считать калории. Сколько нужно в сутки для похудения, для поддержания. Кто-то не считает. Я считал. Сколько калорий в одном грамме белков, жиров, углеводов. Раньше я был далек от всего этого. И для меня это было странно. Вообще все это высчитывать и этим заниматься. Пришлось купить весы, чтобы там граммы взвешивать. Поначалу все это казалось странным. Приходилось взвешивать еду, высчитывать там что-то. Но это сложно только в начале, потом по привычке. Уже знаешь свою порцию. И примерно знаешь, сколько здесь грамм, сколько здесь. То есть сложно только в начале. Все суточные нормы по калориям можно посмотреть в интернете. Потому что для всех они разные. Ну либо посчитать самому по нормам. БЖУ. Они тоже есть в интернете. Надо понимать, что это приближенные цифры. И лично я ориентировался на общее чувство голода. Плюс не жесткий подсчет. У меня была такая ошибка, что при похудении я сильно урезал белки. Вообще на минимум я ел что-то около трех яичных белков в день. Плюс не проявлял физической активности. Вообще никакой. Кроме ежедневной 10-ти километровой прогулки вечером. Для тех, кто собирается худеть с минимальными потерями мышечной массы. Должен знать, что белки урезать не нужно. Минимальное потребление белка. 1 грамм на килограмм массы тела в сутки. Желательно в сочетании с физической активностью. Или тренировками. Если худеть без тренировок и без адекватного. Потребление белка форма будет теряться. Нужно это помнить. На втором месяце я отказался от дробного питания. Так как для меня это было неудобно. И уже тогда я понял, что смысл не в том, чтобы есть еду дробно. Чтобы тратить калорий, энергии больше, чем потребляешь. И для лучшего результата желательно исключить быстрые углеводы из рациона. Но по факту работать будет всего одно правило. Это дефицит калоража. И все. В принципе. И вы уже будете худеть. То есть я ел те же самые продукты, о которых расскажу дальше. Только не дробно. Примерно 3-4 раза в сутки. В районе 8 часов вечера я делал последний прием пищи. Углеводы в него входили в том числе. Через 2 часа я шел на прогулку. И проходил порядка 10 километров. В среднем. Иногда 15, иногда 8. В среднем 10 я проходил. За этим главное условие у меня было это засыпать голодным. Потому что в процессе сна организм восстанавливается. Так пусть он восстанавливается за счет жиров, которые мы так долго копили на своих боках. А не за счет углеводов. Не за счет пищи, съеденной на ночь. Получается, что последний прием пищи у меня был примерно за 3-4 часа до сна. И бывало мне снилась колбаса. После того, как я похудел, мой рацион остался таким же. Только порции увеличились в объемах. Но сейчас я могу позволить себе быстрые углеводы и сладкое в небольших количествах. Так как какой-то пищевой зависимости у меня никогда не было. Но если у вас была зависимость от сладкого, то даже после похудения я бы не советовал есть это снова. И если бы раньше я знал, что я ем, я бы не доводил себя до такого состояния. Я знаю, что много людей хотят не только услышать, но и увидеть, что конкретно есть. конкретные продукты, увидеть суточный рацион или повседневный. Из чего он состоит в моем случае. Я постараюсь перечислить все продукты, которые я употреблял и употребляю в пище до сих пор. Конечно, могу что-то забыть. И все-таки. Из углеводов. Это рис, булгур. Вот так он выглядит. Далее, бурый рис, не шлифованный. То есть, с цельной оболочкой зерна. Далее, гречка. Все знают, как она выглядит. Макароны из твердой пшеницы. Внимательно смотрим на состав. В составе должно быть макароны группы А, высший сорт. Мука из твердой пшеницы. Вода. Больше там ничего быть не должно. Не из хлеба пекарной муки. Это не те макароны. Это не наши друзья. Далее. Овсянка. Я овсянку не варю. Я запариваю кипятком, как доширак. И мне нормально. И перловка. Но это редко. По сложным углеводам это все, что я ел тогда и ем сейчас. Мне в принципе. Если кто-то хочет разнообразия. Мне лично все равно. Из белков. Это яйца отварные. Либо жареные. То есть, без масла. На антипригарной сковороде. Без желтков. Ну, я позволял себе там один желток в день. Потом мясо нежирное. Например. Говядина. Индейка. В моем случае была курица. Почти всегда. В общем. Любое нежирное мясо. Далее. Тунец консервированный. В составе не должно быть масла. Тунец консервированный. Соль. Перец. Все. И любая рыба. Любые морепродукты. В том числе селедка. В умеренных количествах. Следим за жирами. Жиры я целенаправленно не ел. Жиры поступали частично из всей вышеперечисленной пищи. То есть, не было такого, что вот мне надо 38 грамм жира в сутки. И я их как-то целенаправленно добирал. Нет. И очень важный момент насчет воды. Воды минимум литр на 30 килограмм массы тела. То есть, принято считать, это минимум. То есть, я пил порядка 3 литров воды в сутки. Вот, в принципе, и все. Сложно только начинать. Желаю всем удачи. И если у кого-то есть вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. На все адекватные вопросы я постараюсь ответить. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.